Друзья, всем привет! С вами Александр Доспасов. Я являюсь руководителем отдела продаж компании Boston Technic. Наверняка вы все уже видели и слышали о истории Владимира Звездской области. Вышел ролик на YouTube-канал 1К Drive. Нашей компании в этом проекте также пришлось поучаствовать. Давайте расскажу, в принципе, с чего все началось. Изначально к нам обратились ребята с проекта 1К Drive. Запрос был стандартный, как нам показалось. Изначально это покупка трактора, обмен на трактор. Рассказали нам вкратце о проекте и обозначили бюджеты. То есть определились, в принципе, с основными какими-то моментами. У Владимира трактор был МТЗ-80, как вы уже видели в ролике, с малой кабиной. Таким образом, изначально по бюджету мы, в принципе, проходили с похожим трактором. Это МТЗ-82, он также с малой кабиной. Но отличие у него это передний ведущий мост. В принципе, изначально мы к этому проекту отнеслись, вот прямо в моменте, отнеслись как к обычному рядовому проекту. То есть сделка по обмену. Мы очень много таких сделок выполняли. То есть сложностей для нас никаких не было. Мы уже примерно в голове обчертили, как будет происходить обмен, как будет происходить документы, оборот, как перевезти и как забрать трактор. Дальше уже в процессе знакомства, в том числе с Владимиром, знакомства каким образом, то есть просмотры предыдущих серий на канале Владинка Драйв, мы уже приняли решение для себя, что трактор Владимиру нужно будет подарить несколько в другом формате. Точнее сказать, не подарок это будет. Это будет трактор уже с большой кабиной, более современный трактор в бюджете, в том же, в котором мы оговаривали раньше. То есть разница там получилась порядка 200 тысяч рублей. Также вы видели состояние трактора Владимира. Мы, в принципе, тоже его по видео смогли плюс-минус оценить. В дальнейшем уже мы воочию увидели, как говорится, и, в принципе, наша оценка примерно совпадала. Задача стояла подарить трактору Владимиру вторую жизнь. То есть, если смотреть прошлые выпуски, то ребята с проекта Владинка Драйв, в принципе, даже не взялись восстанавливать его. Но вы видели нашу римбазу, опять же, и в роликах наших, которые мы регулярно выпускаем, в телеграм-каналах и на ютуб-канале Владинка Драйв. Также частично была затронута римбаза. То есть в наших силах было эту задачу выполнить, оживить трактор, подарить ему вторую жизнь. Также я хотел бы отметить ребят с проекта Владинка Драйв, в том числе Николай, Ангелина. Не каждый возьмется за такой проект. Он, в принципе, финансовый, технически очень сложный. И, ну, с первого взгляда человеку, не посвященному в это, наверняка это показалось бы какой-нибудь авантюрой. Кстати говоря, ребят, я ответственно заявляю, что это никакая, в принципе, не постановка. Мы со своей командой вместе присутствовали там, вместе переживали эти эмоции, наблюдали вот и до за моментом вручения. Те 30 минут, которые переживал Владимир, когда уехали мы с Ангелиной, также не меньше его переживали и мы. Развязка получилась крайне удивительная, неожиданная. В принципе, ну, мы вообще никаким образом не могли это ожидать, не только мы, но и Ангелина. И вот все события того дня нашими глазами вы увидите вот в данном ролике. Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Бабинов, вы на канале Бостон Техник. И за моей спиной сейчас идет отгрузка трактора, трактор МТЗ. Но это не просто трактор, это не стандартная отгрузка техники. Конкретно этот МТЗ участвует в специальном YouTube-проекте. К нам буквально несколько дней назад приезжала Ангелина, более известная как девушка с YouTube-канала Блондинка Драйв. Кстати, ссылки будут в описании. И она организовала социальный проект, помогая сейчас аграрию Владимиру из Тверской области поменять его старенький трактор на более свежий. Как раз-таки для нужд его хозяйства. И сейчас мы отгружаем как раз данный трактор силами нашей логистики. Он будет доставлен из Волгограда непосредственно к его новому владельцу. Как вы видите, здесь все сейчас закреплено. Трактор полностью готов к отгрузке. И что хочу еще отметить. Обратите внимание, мы всегда ввозим нашу технику силами нашей же логистики. То есть это большой плюс для наших покупателей в том, что вы, находясь в любом городе нашей необъятной страны, можете заказать себе абсолютно любую единицу техники, и мы вам ее привезем. То есть это очень удобно, то что вы всегда знаете, что техника будет доставлена в целости и сохранности. И довольно-таки быстро, потому что мы всегда максимально оперативно работаем с нашими гостями. Поэтому, друзья, не переключайтесь. В этом видео будет сам финал проекта. Вы посмотрите изнутри, как это все устроено, как организовано. Так, трактор мы отправили днем, а сейчас стартуем сами. Уже вечер. И, в принципе, завтра мы будем в Москве, и вечером мы будем в Тверской области. Правильно? Правильно, да. Заедем в Москву, получается, на подготовку трактора. Это шок. Да, и потом в Тверскую область. Что еще интересно, смотрите, у нас сейчас 33 градуса тепла, ну прям жара стоит. В Москве сейчас плюс 14. Завтра обещают, сколько, 13 градусов там. Да, так что едем из лета в осень уже. Ну что, впереди тысяча километров пути. Так, едем всю ночь. Вон он, светает уже потихоньку. И на улице плюс 4 градуса. Очень холодно. Как так? Из лета практически в зиму. Ну что, погнали дальше. Мы приехали. Сейчас приехали на локацию БГТ. Вот наш трактор. И сейчас находимся, да, в БГТ, воркшоу. Вот, у ребят тут движуха вовсю идет. Сергея Сергеевича встретили в Москве. Подобрали, можно сказать. Короче, да. Это не Гвард, это как-то именно, а Бэнфель. Да, да. А Бэнфель. Да. Вот и кипит. Так, и получается оригинальный Rolls-Royce лимузин. Как Ангелина сказала, это порядка всего лишь 100 штук, таких было выпущено. Смотрите, фантастика какая-то. Занимает очень становлением салона, да, как Ангелин сказал. Ну да. И шторки вот они у нас установили, кожу не установили. Я так понимаю, сейчас я буду чуть-чуть ошибки. Да, да, да. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, мы приехали наконец-то в Тверскую область. Очень долго ехали. И это действительно такое, ну, довольно-таки глухое место. Даже вот, Сергей, покажи, пожалуйста, виды, да. И сейчас мы готовимся к торжественному вручению трактора Владимиру. Это будет сюрприз. Вот, ребята, как раз-таки можно тоже подснять. Украшаю трактор. Смотрите. Делают тоже какие-то подсъемы. Украшаю трактор. Да, Владимир до сих пор не знает вообще, что будет происходить. И поэтому сейчас за него это будет сюрприз. Настоящий сюрприз. Да, так что путь мы проделали тоже немалый. 1200 примерно километров мы проехали из Волгограда. 1200 проехали 13 градусов. Да, из лета в осень. Ну что, давайте сейчас будем готовиться к сюрпризу. Что думаете, какие эмоции будут у Сергея Владимира? Как? Дорога. Тут отдельный репортаж. Можно водителю заснять, как он добирался, как он по Москве ехал. Вообще неизвестно. Как люди обращали внимание при езде по Москве и там подобное. Кстати, да, этот кардинальный просто разница. Допустим, в Волгоград, где почему-то заезжено, может быть. А может просто у людей нет таких эмоций. Короче, и Москва просто сплошь и рядом на остановках. Реально люди простые останавливались, фоткали, фотографировали, следили. Там кто-то сигналил и так далее. Серега крутился, там разворачивался как мог. Ну даже похудел за рулем. Там все как бы фотографировали, снимали на телефоны. Да, памкады тоже просто снимали. Поезжаешь в любую остановку, все как-то оборачиваются, смотрят. Может быть, это бант. Скорее всего. Может быть, это необычный, да. Как сказал наш водитель Сергей Эжеков, сейчас мы ждем СМС. Поехали. Стартанули. Будет развязка всех событий. Получили кодовый СМС. Готовы. Все готово. Нас все ждут. Даже коров нагнали. Мы приехали. Вот трактор Владимир просто... Владимир. Потерянный. Понимаете, что происходит? Как говорила Ангелина, короче, злые языки, как говорится, шептали Владимира, что чудо не произойдет. И тебя просто как бы используют в своих целях. И, как говорится... Но иногда чудеса случаются. И нам приятно, что мы, в принципе, к этому тоже приложили в руку. Представляешь сейчас, как эмоции Владимира переполняют. Давайте сгружать его. Да, давайте. Давайте. Это Саша из Бостон Техник. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. О вас я уже наслышан. Рассказывал вкратце. Приятно познакомиться. Еще две недели мы были в этом Волгограде. Как раз убирали там у ребят этот праздник. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей. Тоже Сергей зовут. Очень приятно. Все наслышанные Владимира. Ну да. И, ребята, вы верите, что у нас тут что-то происходит? Да, у нас самих сейчас эмоциях тоже кадр делали вообще просто. Зашкаливает. Дальше такие водички поднимают, если открытая. Нет. Почему мы водички не просто газы? Диага, ничего. Многих страшно. Пойдемте посмотрим трактор, с которым нам надо будет работать. Это МТЗ-80 на Пускоче. Теперь Владимиру не придется заводить, прилагать усилия. Будет заводиться у него с ключа. Я думаю, трактор, в принципе, он отслужил верой и правдой. Надо сказать, что следующему хозяину он, в принципе, послужит тоже верой и правдой. Смотрите, салон. Это предыдущий трактор Владимира, о котором я и говорила. Вон там. Гордочка такая. Танечка. Ну, такое ржавенькое. Но вроде как будет. Даже какой-то ремком для тонкой стояки. Смотрите, с ним дают трактор, с ним дают трактор, с ним дают трактор. Я думаю, что это вероятность верой и правдой многим людям. Вы же его восстановите? Да. Я думаю, он найдет следующего хозяина. Я думаю, можно будет потом запустить такой проект по восстановлению этого трактора. Покажем на видео, что мы делаем. Который фронт работ проводим. Это будет очень интересно, на самом деле. Да. С такого плана. Снимем. Ну, как видите, тут много над чем придется проводить. Сколько у вас, как вы думаете, это времени займет? Времени пока что неизвестно, сколько это займет. Ну, мы знаем то, что Владимиру все-таки теперь будет гораздо проще заводить трактор. То есть, это уже будет на старте ретрактор. Также будет на нашем тракторе установлен насос-дозатор. То есть, это легкое управление данного трактора. Я думаю, течь и уже будет поменьше. Меньше будет расход на такие моменты, как масло, покупка и тому подобное. Ну, и ремкомплекты не придется покупать. Абсолютно верно, да. Самое главное, что мы, наверное, хорошие комплекты были. Я, знаете, что я пока ехала в машине, я поднимала, что, знаете, не машину подарить, когда ты не просто обеспечиваешь комфортному человеку, а ты даришь ему рабочее место, надежное, комфортное и стабильное, на котором он может работать и зарабатывать деньги. Это совершенно другой уровень. И дорогого стоит. Согласен. Особенно, ну, учитывая, вот, я тоже смотрел ролики, когда ваше предыдущее, вы говорите, что действительно деревня находится довольно-таки далеко, но вот в реальности мы пока доехали, да, то есть, смотреть, как люди здесь живут, действительно, здесь люди живут по-другому. И они живут своим хозяйством, они сами себя обеспечивают, сами добывают себе, ну, делают свое будущее. И это, правильно ты говоришь, это инструмент просто для жизни, без которого здесь не обойтись. Ну да. И для нас телефон тоже сам. Ну да. Только в вашем штате. Давайте я пожму руку. Блин, это офигеть, что мы создались все и объединились вот в этом деле. Это очень круто. И если бы здесь был еще Андрей Викторович, я бы тоже пожала руку, поэтому сделаю вот так. Здравствуйте. Здравствуйте. Узнали меня? Конечно, вы нам подсказали. Вы же ехали на велосипеде, подсказали нам. Правильно. Ой. Ой. Это сказка. Ну, аккаунтшек. А-а-а. Сиди, это мельненник. Ну, чего? Соколадка. А я как все еще. Драк, но вы все смеялись. Блин, круто вообще. Такими. Это действительно сказка. Вы поспорили? Да. Нет, просто так мы смеялись. Нет, мы смеялись. А, что это? Мы будем кататься, да? Ой, ты меня не снимаешь. Мы поедем всю ночь кататься, говорите. Ну, что? Будем всю ночь кататься. Да, да. Там, до рассвета, до заказки. Ой, ну, ребята, вы сделали для нашей деревни сказку. Такого не бывает. То есть это не только для дедушки, но еще и для этой деревни... Конечно, конечно. Я не... Хоть это мне он говорил, намекал про трактор, но я не верил. Первый день, первый день, первый день, который был. А вот, я новый привезу, или новый день садат, мы будем всю ночь кататься. Это новый трактор будет. Вот, вот, говорю. Ну, это было, как же. Так, вы смеялись просто. Когда это было? Ой, 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 не надо. Первое время, когда только что еще. А, когда вы только приехали, как он? Первая серия, когда было, да. А вы, по-моему, еще приезжали здесь, да? Мы два раза приезжали. Это в Матвеевском, вот здесь, в следующей деревне, да? Мы приезжали к нашему незнакомому, у него ферма твоя. Но у него есть там и тракторы, и люди, которые работают на этой ферме. Мы искали, что-то, мы искали другого. Мы просто приехали. Только сейчас увидела банк. Ой, ой. Офармение хорошее, да? А внучка оденет банк и будет щеголять. Внучка, ей такой банк не стынет. А где она, кстати? Пятый, шепляет. Так, что он, рассадился? А что вы, позовете, позовете? Да, вы видите, когда вы шепите ее там. Не знаю, вряд ли. Итак, друзья, как вы поняли, мы сейчас, ну, из нашего ролика, меняем старый трактор Владимира на тот трактор, который мы сегодня привезли. Услуга, которая называется трейд-ин, мы ее оказываем. У нас обязательно есть обмен и трактора, и автомобиля, и какой-либо сельхозтехники на вашу технику, и на нашу технику. Вменяемся, в общем, в любую сторону. И сейчас как раз происходит услуга обмена, услуга трейд-ина. Более того, мы осуществили силами нашей логистики доставку вот в Тверскую область. Действительно, деревья находится довольно-таки далеко. Ну да. И, ну, даже сейчас мы здесь находимся, здесь у нас не ловит сеть, то есть, чтобы вы понимали. Александр, расскажи про трактор, наверное, да, сейчас? Трактор, который прошел комплексную подготовку, и, собственно, вновь готов радовать. В чем преимущество его? То есть, Сергей уже вкратце упомянул, да, что Владимиру будет удобно на нем работать. Ну, во-первых, пусковая, да? Ну, однозначно, самая первая и главная особенность данного трактора, естественно, это большая кабина. Так, то есть, это будет, в принципе, более комфортно. Простор, удобство, комфортно. Удобнее, комфортнее. В любом случае уже 21-й век. Хотя, и как показала практика, да, все-таки люди больше ценят здесь какие-то технические характеристики и качества техники. Ну да. То есть, первое, комфорт, большая кабина. Следующий момент, с запуском самого трактора. Запуском, да, с запуском. Да. Также Сергей говорил, что... Дозатор установлен здесь, получается, у нас на переднем мосту дополнительно, да. Да. Для более удобного управления, более легкого управления. А вот пока мы еще ехали, вы упоминали, да, что технические возможности насчет того, что тот трактор задний привод, да? Задний, это передний привод. То есть, это уже 82-ка идет, соответственно, полноприводная версия. То есть, это трактор, который идет уже с полным приводом. Во-первых, уже и зимой его спокойно, более уверенно, да, можно будет использовать. Совершенно другой объем работ, который можно выполнять. Да, то есть, можно уже будет расширить возможности применения его. Правильно жители говорят, что подарок, на самом деле, не только Владимиру, а, скорее всего, всей деревне. Вот, что действительно будут использовать его в своих целях. И без него здесь, без такой техники, здесь никуда. он такой, я даже не знаю, мне кажется, лучше бы не приводить этот трактор, я бы не расстроился. Мне спрашивают, почему? Он отвечает, потому что мне тяжело расставаться со своим старым, да? И я понимаю, что на шоковом состоянии будут менять и понять, что вообще, что вот этот привод. Но о в том шоке я еще не видела людей, которые, ну, отказываются от такого подарка. Ну, конечно, у меня эмоции любого человека не выполняли, но даже если бы там, если бы, говоря, мне подарили какой-нибудь трактор, занят мейл, и я бы, наверное, тоже ну, люди, которых я второй раз в принципе в жизни, да, третий раз видел. Хорошо, если это были мои родственники, они бы сделали подарок, другое дело, что вообще посторонние люди, которые где-то как-то нашли чудесный образ, но это случайно мне жили. Ну, да. Да, я понимаю. Ну, я думаю, что если мы сейчас подумаем, там думаем, здесь есть правильное решение. Мне кажется, что не плачет, не плачет, так. Мы с тобой с тобой сворачиваемся, я не знаю, почему. И сейчас еще смотри, какая резкая смена погоды пошла. Ну, да. Ну, хоть немножко порадуйся. Магазин рядом. Ну, давай, бывать. Полдерев не должно быть. А, нас не забудет. Прости. Ну, он не может быть сюда. Ах. Да, да, да. Вот так мы думаем. У него сейчас такое официальное. Да, правда. Я очень переживаю по этому поводу. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Вот умолдение. Да, да. Ох, и дождик. Ну, дождик. Хорошая примета. На самом деле, мне кажется, волнение не только у Владимира, у ребят, вот у Ангелины с полей, а у нас тоже. Вот я сейчас, вы даже могли видеть, как, запинаясь, говорю. И сейчас у Саши по-любому волнение какое-то, знаете, такое ответственное задание. Саши по-любому волнение. Ну, у него теча, я так понимаю, везде. Течет где только можно, да. Масло отовсюду. Здесь у него, получается, в принципе, скачают. Ну, вот здесь это мелочи, в принципе, это заморится. На тече тоже есть, устранять это тоже нужно было. Ну, тут сам вопрос, да, вот он, кстати, капает до сих пор. Ну, то есть все трубки, все в состоянии в таком? В состоянии в таком, что в любой момент это все может лопнуть. То есть мы сейчас с тобой здесь ходим, оно не течет. Как только мы заводим, у него начинает течь. А поскажи, вот, давай посмотрим на левый баллон. Вот он таких, как? Ну, это износ уже резины, то есть от возраста она уже, соответственно, пришла в негодность полная. Несмотря на то, что шашечки, да, у нас еще остались. То есть зацеп, да, какой-то есть. Соответственно, вот на нашем тракторе там чуть меньше, то есть более серьезный износ. Резина получается свежее, она сама по себе мягкая, не потрескавшаяся, да, но износ. Ну, на одном колесе. Да, ну, на другом тоже, да. Плюс полный привод, естественно. А какая у них разница в возрасте? То есть, по сути, у вас там очень много всего навесного, ну, то есть вы поменяли, например, кабина, там какие-то внешние элементы, но получается именно рама и какие-то основные... Ну, наш трактор получается 88-го года, а этот трактор, насколько я помню, Владимир говорил, 74-го, да, сантиметно изменяет. Ну, тоже там какие-то... То есть 70-ка, да, то есть порядка 10 лет разница. Морально этот трактор сильно устарел, только это все именно детали и моменты, которые мы показывали у вас на производстве, ну, тут не будем горать. Ну, конечно, часть элементов новая, как ни крути, соответственно, новая запчасть, она и ходит дольше. То, что сейчас не заменили, придется менять, то, что заменило, уже не нужно менять. Естественно, от этого и ресурс техники, он увеличивается. По большому счету, да, изначально, что планировалось, как я понимаю, ребята ваши приезжали с вопросом о помощи, да, отремонтировать этот трактор, восстановить. Но здесь как раз стоял вопрос о том, сколько будет стоить восстановление. Потому что, ну, реально оно... Насос гидравлика, то же самое, да, он течет, соответственно, сейчас он работает, но течет, завтра он может просто выключиться, потечет сильнее, садник тоже меняется. Соответственно, навесной оборудование пристает работать. В ОМ уже Владимир заменил. Ну, у Владимира интересная реакция, согласен? Это реакция человека, который трудится, который рассматривает трактор, опять же, не как игрушка какая-то, да, а как техника, которая будет работать, приносить и кормить его в том числе, да. Мы знаем, что Владимир, в принципе, очень много продукции в хозяйстве себе оставляет. Зашли в магазин. Купили Coca-Cola. Купили Coca-Cola, колбасы, сыр. Очень хочется есть. Время, четвертый час. Давайте мы сделаем следующим образом. Если мы оставим вам сейчас два трактора, на полчаса отъедем, просто примите решение, как вам будет лучше. Не отталкиваясь от того, что вам там будет неудобно. Не бойтесь обидеть меня. Я делаю это, потому что я сама захотела, я вас не поставила в известность. В этом тоже есть моя какая-то вина. Хотя мы хотели как лучше. Так что не обращайте внимания вообще на... Меня вы не обидите точно. Давайте мы пойдем, оставим вас пока, а вы решите. Хочу смотреть. Пожалуйста, я отхожусь. Хорошо. Слышь, дальше, как говорится. И все-таки. Давайте памятную фотку сделаем, и мы поедем тоже путь обратно. Ну, вот так вот, ребята. Такие чудеса. Это только, мне кажется, такие вещи случаются вот именно здесь, в глубинке, где у людей неподдельные какие-то эмоции. Человек, в принципе, только вздумайтесь. Он отказался от чего-то нового, необычного. Вот современный человек, он какой человек? Он хочет чего-то нового, каких-то эмоций, что-то неизвестности. Мы там отправляемся в путешествие за 10 тысяч километров. У нас ломается машина, да, там через 5 тысяч километров. То есть, ну, это неизвестность, и это круто, вау-фект. А здесь Владимир простой, мужчина из деревни, которому, в принципе, нужны минимальные какие-то потребности. И он просто переживает, боится неизвестности, боится, что он просто потом не справится с этим грузом. Я не знаю, но мужик, я говорю, дядя Вова стоял, смотрел на трактор, а у него проблемы с ногой. Ему не нужен трактор, трактор. Что тут работает, что этот работает. Но у него слезы наворачиваются, когда он думает о лекарствах, о том, что постоянно ему что-то выкачивать нужно. А мы тут приехали, типа, вот, забери трактор. Он красивый, но... Ну да, подумали, да, что ему нужен трактор просто поменять, а по факту у него настоящий... Ну, он об этом не говорит, как человек старой закалки, о своих проблемах реальных, да, к примеру. То, что его беспокоит. Мы выросли в потребительском обществе настолько уже это все годами, десятилетиями уже в любом человеке. Я уверен, сейчас из 100 человек, 99 скажут, что Владимир просто... Ну да. О чем он думал? Это же трактор, который дороже. Да-да-да. А у него... А ему не нужны его... Вот, да. Неважные деньги. Ого. Это прям с... Офигеть. Это он здоровый. Прям с этого. И с теплицей, и с теплицей. А, там теплица, да? Там теплица, да, помидорки ростут, кабачки. Мы сейчас, знаешь, что стоим, как бы, Серега, он рассказывает о своем колене, и у него реально на глазах слезы. Не, мы просто понимаем, что мы такие, типа, на весьма трепетийской точки зрения, в каком-то моменте, да, типа, что вот новый трактор, человек поделил, типа, все, поедет, скажешь спасибо. А ему на эти железки, как говорится, право. Да, ему на внешнем виду все равно. Ну, да. А ему все равно. Он все равно уверен, ему этого достаточно. Да. Я же говорю, прикинь, вот сейчас, ну, сейчас, вот какие комментарии, типа, я бы забрал, продал дорогу, ну, да, сюда, я бы за эту резину, блин, там ему по запчастям продать на 2,5 миллиона можно? Да. И он такой, как настоящий мужчина, который не говорит о своих, ну, вот его нога беспокоит, и он не говорит о своих проблемах. Он не ноет. Не ноет. Он говорит, да, 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 да. Какая-то опухоль, да. Вот очень спокойно об этом говорится, не акценсируя внимание на себе. То есть мы-то такие, ну, да, все эгоисты, а тут человек помнит. Ну, да. Вот, а я зачем ему говорю, да, мы уже... На самом деле, это поэстро меня с руками сегодня учили, я так выросла в это поэстро, у меня просто глаза, на глазах слезы наворачиваются. Слушай, мы, вот мы взрослые мужики, и мы не ожидали вообще такого развития событий сейчас, и у самих что-то аж, знаешь, у меня там, я не могу сформулировать мысли, какой-то, знаешь, прям мандраж какой-то, да. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ